Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владею личного подсобного хозяйства. У нас очень неустойчивая весна в этом году. То холод, то дождь. А теперь у нас солнце. Надеюсь, засухи хоть не будет. В таких условиях огороду развиваться крайне тяжело. И нужно предпринять различные меры, чтобы помочь нашим растениям. И сегодня я расскажу, как это сделать. Самые распространенные проблемы – это засуха, дожди и заморозки. Сперва начнем с холода. Из-за холодной почвы многие растения не развиваются, а некоторые культуры еще вовсе не посадишь в открытый грунт. Как же помочь и как же улучшить вот такое состояние теплолюбивых растений? В первую очередь нам нужны теплые грядки. Теплолюбивые растения будут развиваться только в прогретой почве, когда она достигнет определенной температуры. Например, для тех же огурцов температура почвы не должна быть ниже 14 градусов. Если почва будет холоднее, растения не будут развиваться. Чтобы почва прогревалась, будет разумно сделать высокие грядки. Теплые грядки, как их еще называют. Грядки могут быть различной ширины и длины. Но стандартно грядка шириной метр, метр двадцать, ну, произвольной длины. Высота грядки может быть от 20 сантиметров до метра высотой. В зависимости от надобности. Чем выше грядка, тем лучше, конечно, она прогревается, но тем больше нужно следить за поливом. Почва будет также быстро пересыхать. Технология обустройства высоких грядок давно всем известна. На нижний слой нужно застелить сетку от кротов. Затем крупные растительные остатки, какие-либо поленья, ветки. Затем не перепревшие листья, траву. Затем слой компоста и плодородной почвы. Грядка, в принципе, готова. Можно еще укладывать слой газет, либо картона. Если кому-то интересно обустройство теплых грядок, на нашем канале есть ролики, где Петр Николаевич Ломонос очень подробно рассказывает, как обустроить правильно такие грядки. Кроме грядок, конечно же, существуют и укрытия. Например, тот же черный спонбонд. Грядки, накрытые черным спонбондом, например, где растет клубника, лучше прогреваются, чем грядки там, где клубника растет, просто на грунте. Черный спонбонд под воздействием солнца нагревается, почва прогревается, начинает быстрее работать корневая система, клубника начинает быстрее усваивать питательные вещества, начинается активная вегетация, а значит и развитие, и плодоношение все ускоряется. И урожай на таких грядках мы будем собирать на несколько недель раньше, чем на той клубнике, которая посажена просто в грунте. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, особенно в этом году, может в каких-то регионах такой проблемы и нет, однако в Беларуси она существует. Это затяжные дожди. Почва очень быстро замывается. Как только мы посеем грядки, особенно мелкие семена, ту же морковь, например, грядка замывается, у нас почва суглинистая, и долго морковь не всходит, а может и вовсе не взойти, потому что заканчивается дождь, немножко пригревает солнышко, образуется плотная корка, и всходов можно не дождаться, приходится пересевать. Чтобы обезопасить от такой проблемы растения, накрывайте грядку с такими мелкими посеянными семенами спонбондом. Белый спонбонд будет препятствовать замыванию грядки, и морковь будет быстрее прорастать, потому что спонбонд также и сохраняет тепло. Проблемы возникают, конечно же, не только с уплотнением почвы, но и с затоплением огородов. Для предотвращения подтоплений, для оттока лишней воды с грядок, конечно, нужно обустраивать бороздки, нужно обустраивать проходы между грядками. Делают канавки примерно 20 см приподнятой грядке, опять же, высокие грядки, чтобы вода не застаивалась на огороде. Еще одним важным мероприятием является рыхление. При рыхлении почвы лишняя влага будет испаряться, а корка, которая образуется на поверхности почвы, будет исчезать. Если не проводить рыхление, почва будет слишком уплотняться, и корни растений не будут получать необходимый кислород, а значит, будут хуже развиваться. Если же у вас уже семена посеяны в грядке, например, та же морковь или фасоль, очень часто у фасоли такая проблема, что вылазят только рожки семидольные, вот эти листочки появляются, и все. И многие думают, что это какие-либо вредители в почве съели вот эти листья. На самом деле нет, это все из-за проблемы замывания, из-за тяжелой почвы, просто эти листочки сопривают. Чтобы такой проблемы не было, когда вы посеяли фасоль, у вас рядки на грядке сделаны, просто проведите небольшим зубчатой тяпкой такой по поверхности вот этого рядка. Слегка, слегка, на несколько миллиметров подрыхлите поверхность почвы, и тогда растение будет легче проклюнуться через вот эту плотную корку. Третья проблема – это засуха. У нас уже началось лето, и, конечно же, засуха, опять же, возможно в наших краях. У многих, конечно, есть система капельного полива, и для таких владельцев приусадебных хозяйств засуха, в принципе, это не страшно, если есть регулярный полив обеспеченный. Но не у всех возможность полива, конечно же, есть. Не у всех есть вода на участке, не у всех есть деньги, чтобы подвести такие системы капельного полива, ведь стоят они не так уж и дешево. Поэтому проблемы с поливом, опять же, возникают. Лучший, по-моему, лучшим способом для того, чтобы сохранялась влага в почве, является мульчирование. Я стараюсь грядки мульчировать, мульчировать проходы между грядками, использую сено, солому. Иногда клубнику высаживаю на черном спонбонде, опять же, лучше сохраняется влага в почве, и вам рекомендую такой способ использовать. Если же случилось так, что участок вам попался на песчаной почве, на торфяниках, на какой-то возвышенности, где всегда сухо, в регионах, где редко выпадают осадки и постоянная проблема с водой, с пересыханием почвы. На таких местах, в таких регионах, конечно, есть смысл делать не приподнятые грядки, а грядки заглубленные. По принципу приподнятой грядки делают заглубленную грядку, чтобы она была ниже уровня почвы, примерно на 20 см. Как правило, плодородный слой на песчаных землях, он небольшой. Значит, его нужно снять по размеру грядки. Например, грядка у вас шириной метр, длиной 10 метров. Выбираем весь плодородный слой на бок, он нам еще понадобится. Затем, как правило, идет слой песка. Его нужно убрать и вывести с участка. Получится своего рода канава. На дно этой канавы нужно поместить слой глины, примерно 10 см. Глина будет препятствовать уходу воды в глубокие слоя. Значит, растения будут получать необходимую влагу. Затем, после глины, идет плодородный слой, который мы снимали, в перемешку с перепревшим компостом, либо навозом. Такая заправленная хорошо получится грядка. Благодаря тому, что мы убрали слой песка, она получится в небольшом заглублении, примерно на 20 см. При дождях вода вся будет скатываться вот в эту низинку, а глина будет препятствовать уходу воды в глубину. Растения в итоге будут хорошо развиваться. Однако, такие грядки следует делать только на участках, где нет вероятности какого-либо подтопления вследствие дождей, либо паводков. Чтобы вырастить урожай, нужно приложить много усилий. Однако, если хорошо поработать, то все труды окупятся. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!